Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую. Не хочу на канале устраивать какие-то там батлы, да, борьбу мнений, там ещё что-то. Канал Процветок, свободный творческий канал, где каждый блогер может высказать своё мнение, поучаствовать в открытой дискуссии. В конце концов, любая дискуссия приводит к истине. И хочу немножко в этом видео обсудить рациональность использования синтетических фунгицидов, каких-то антигрибковых средств для подготовки почвы при выращивании рассады. Вот мой коллега, тоже блогер, весьма даже толковый, в недавнем видео рекомендовал использовать такой препарат, как Привикур Энерджи, для внесения в почву с целью предотвращения развития там различных фитопатогенных микроорганизмов, действительно часть из которых может вызывать корневые гнили, прикорневые гнили, а также вот эту пресловутую чёрную ножку. Хотя, как я уже не раз говорил на канале, чёрная ножка в огромном числе случаев на томатах, когда вот падает рассада, вызывается не грибами или грибоподобными организмами, к которым относятся и фитофтора, грибоподобным оомицетам, и пераноспора, и фома, и многие другие, ну то есть в том числе, которые живут в почве и вызывают эту чёрную ножку. Но в основном бактерии, а против бактерий Привикур Энерджи, в общем-то, никак не поможет. При этом Привикур Энерджи является весьма и весьма специфичным препаратом. Как-то на своём авторском канале, где у меня немного более занудные ролики, где я больше уделяю внимание рассказам о механизмах, о принципах, в меньшей степени это просто прямые рекомендации. Я там уже рассказывал о моём отношении к препарату Привикур Энерджи, и, конечно, оно остаётся прежним, моё отношение к нему весьма положительное. Почему? Он содержит два компонента. Первый компонент – это такой настоящий фунгицид, который всасывается корнями, может всасываться корнями, и в то же время находиться, системное действие у него находиться в течение определённого периода времени, обычно 10, максимум 14 дней в растении, и защищать его от атак этих самых вредных организмов. И второй компонент – это фосэтил, который стимулирует фитоиммунитет, накопление фитоалексинов, особых молекул, которые противостоят атакам различных болезней, различных фитопатогенов. Но что не так с этим препаратом при внесении его в почву? Первое – это то, что фосэтил разлагается в почве в срок от 1,5 до 12 часов. То есть, когда вы привикур-энерджи внесли в почву, то ливийная доля стоимости, которую вы платите за привикур-энерджи, улетит, эти деньги просто языком слижет корова, буквально за первые 2 часа, как вы сделали эту почву. То есть, толку от этого фосэтила в почве не будет абсолютно никакого. И второе, вот это второе вещество, которое входит в состав привикура, который истинный фунгицид, оно живет довольно долго, до двух недель может находиться в почве. Однако, многими исследованиями показано, что при внесении привикура в почву существенно изменяется микрофлора почвенная, причем не в лучшую сторону. К сожалению, погибает не только фитопатогенная микрофлора, но погибают многие микроорганизмы, ответственные за минерализацию растительных остатков. И это в значительной степени способствует сохранению растительных остатков, на которых поселяются различные фитопатогенные организмы, и по прошествии вот этих двух недель, они прекрасно начнут атаковать ваши растения, когда действие привикура энергии в почве закончится. Триходерма, как я говорил в том ролике, достаточно устойчива и к одному, и ко второму компоненту привикура. Но в то же время сама триходерма является прекрасной паразиткой, прекрасной паразиткой и фитофторы, и пероноспоры, и многих-многих других фитопатогенных организмов, на которые привикура энергии и действуют, и не действуют. Да, оно все-таки действовать надо. То есть, уничтожая одних фитопатогенов, привикура энергии дает преимущество другим фитопатогенам. И именно по этой причине сам производитель этого препарата рекомендует либо опрыскивание, либо вводить привикура энергии в капельный полив, то есть, чтобы с каплей в постоянном режиме попадал привикура энергии под корень. Но никак не при приготовлении почвенных смесей, в ходе приготовления которых там, во-первых, все разложится, не будет никакого толку, вы просто выбросите деньги. А во-вторых, вы еще дадите фору таким возбудителям болезней, как фузариоз, как вертицелиоз. Я уже не говорю там о серой гнили, белой гнили и кладоспориозе. То есть, надо быть с привикуром энергии очень внимательным и не нарушать регламентов его применения. Иначе будут и выброшенные деньги, и вред для ваших растений. Кроме того, рекомендовать сочетание использования привикура энергии вместе с сенной палочкой не особо тоже является эффективным приемом. Потому что, опять же, многими исследованиями показано, что сенная палочка способна ускорять разложение компонентов привикура энергии в 3-5 раз. То есть, мало того, что они там и так разложатся достаточно быстро, так еще добавление сенной палочки ускорит этот процесс. То есть, вы выбросили деньги, а еще и на сенную палочку потратили деньги, выбросили и в 5 раз ускорили, так сказать, процесс испарения ваших денег в виде снижения эффективности этого препарата при одновременном внесении вместе с сенной палочкой. Здесь, когда даются подобного рода рекомендации, здесь, конечно, надо иметь достаточно серьезную подготовку в части понимания механизмов действия препаратов для того, чтобы не украсть деньги тех, кто слышит эти рекомендации. Ну и вообще, в целом, я держу тут, ну, для виду держу, конечно, что-то, ну, Синклер, да, там, Максим, Максим Иксель, Максим Дачник, другие препараты. Использование химически синтезированных фунгицидов для внесения в почву с целью уничтожения там инфекции. Ребята, это дикость, это, это невероятная дикость. Тем блогерам, которые это придумали, надо, не знаю, оторвать все, чтобы они больше таких глупостей никогда не рекомендовали. Ни в коем случае так никогда не делайте. Не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать, что кроме вреда своим растениям вы ничего и никогда не принесете. Хотите обеззаразить почву, возьмите толковые препараты. Вот, у меня под руками, понимаете, все время вот на этой моей полке, где стоят различные препараты для защиты растений биологические. Вот, плодородная почва от процветок с дриходермой. Лучшего обеззараживателя вы все равно для вашей почвы не найдете. Не найдете. Хотите, пропарьте и внесите плодородную почву, и будет все очень и очень хорошо. Единственное, на что не способны ни Максим Эксель, ни Синклер, ни Триада, ни другие, ни химически синтезированные, ну, никакие вот эти препараты, ни Привикур Энерджи не способны, они не способны уничтожить бактерий. Бактерий, поэтому в обязательном порядке используйте такие антибактериальные препараты с антибактериальной активностью, а также препараты, повышающие иммунитет гораздо лучше, чем Привикур Энерджи, такие как Максимун, Максимун, который в гораздо лучшей степени способствуют уничтожению бактерий. Почему? Потому что он способствует повышению иммунитета, а также он содержит здесь все активные метаболиты сенной палочки, ну, то есть антибиотики сенной палочки, и при этом не содержит саму сенную палочку. То есть разложения там чего-то, что ускоряет сенная палочка, не будет того же Привикура, да, например, но в то же время действующее активное начало в виде антибиотического комплекса здесь есть, он погубит вам и фитопатогенные грибы, и всевозможные там фитопатогенные бактерии при всем том увеличат иммунитет ваших растений, стоят гораздо дешевле, весьма и весьма эффективен. Внесите при подготовке почвы плодородную почву, и затем, после того, как наклюнутся ваши сеянцы томата, пролейте их обязательно максимумом, чтобы убрать все риски, все риски возникновения черной ножки. Лучшего рецепта не думаю, что на сегодняшний день можно вообще предложить. Что ж, ведите разумное сельское хозяйство, ведите разумную борьбу с вредителями и возбудителями болезней, прислушивайтесь к разумным советам, оставайтесь с каналом про цветок, мы вас не оставим. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова